Бадминтон 493 км в час Это мировой рекорд скорости бадминтонного валана. Такими достижениями не может похвастаться ни хоккейная шайба, ни мяч для гольфа, ни мяч для хоккея с мячом, ни мяч для большого тенниса. При кажущейся простоте именно бадминтон считается одной из самых динамичных и энергозатратных игр во всем мире. Уходит очень много килокалорий. Ну и естественно она развивает, как я говорил, и скорость, и силу, и быстроту, и другие качества, необходимые человеку для здоровья. Федор Замалдинов слов на ветер не бросает. Он и сам играл на всероссийском уровне, а теперь тренирует новое поколение бадминтонистов в 40-й ульянской школе. Его воспитанники входят в число сильнейших в регионе, а главные конкуренты – спортсменам 31-й школы имени Героев Сфири. В целом по количеству занимающихся бадминтон в регионе уступает многим видам спорта. Однако мастера ракетки и валана – это, как правило, гордость учителей и родителей. Бадминтон помогает в учебе. Благодаря бадминтону я поехала в Артек. Помимо бадминтона я еще занимаюсь китайским языком, английский учу. И также хожу еще на йогу. И бадминтон дает стимул заниматься остальным. Ангелина Попкова – действующая победительница первенства Ульяновска, участница всероссийских стартов. В этом году ей защищать титул на городских соревнованиях в парном разряде. Кроме нее за победу борются еще 90 юных бадминтонистов. Открытое первенство Ульяновска среди пар – один из самых представительных турниров, которые проходят под эгидой областной федерации. Она еще совсем молодая. Аккредитацию Минспорта России получила всего пару лет назад. Поэтому у руководства федерации работы много, а планы – грандиозные. В ближайшие годы у нас задача в первую очередь – это развитие детского бадминтона, поднять его до уровня всероссийского. Хотя бы с этого надо начать, чтобы регулярно выезжать на соревнования на всероссийские и уже начинать занимать там призовые места. 26 пар из 44 пробились полфинал первенства Ульяновска. Они представляют 40-ю, 31-ю, 82-ю, 85-ю и 46-ю школы. Решающие игры турнира среди юношей и девушек пройдут в фоке Ульяновского технического университета 16 декабря. В этот же день и также в техническом вузе звание чемпионов города разыграют мужчины и женщины. Начало соревнований – час дня. Михаил Сашанский. Новость Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова